Привет! Заходи на мой канал мобильных игр. Там я летсплей более 10 мобильных игр. Таких как Clash of Clans, World of Tanks Blitz, Vein'Glory, Sage и много других. А также обзоры мобильных игр. Всё что касается мобильных игр ты найдёшь там. Всегда найдётся что посмотреть. Ссылка на канал в описании. Привет всем! С вами я, Воватюшевский. И как вы видите на своём экране, у меня тут разнообразие красок. Ну, One Plus я положил для того, чтобы быть более брутальным. То есть, чтобы вот в кадре, как говорится, было вот что-то такое массивное и крутое. Мистера Сали и Мастера Йоду я положил для того, чтобы их фоткать. Ну и держу в руках смартфон Meizu M2 Mini для того, чтобы показывать его вам. Этот обзор я посвящаю этому смартфону, который стоит смешных денег на цены, которые есть у нас. Но на самом деле, этот аппарат действительно интересен тем, что этот аппарат, он стоит больше, чем те деньги, которые он продаётся в Китае. У нас в сравнении, то есть, и близко, как бы, вот вряд ли найдёшь что-то подобное за такую цену. Стоимость гаджета 130 долларов. Ну, где-то выше, где-то ниже уже даже есть. То есть, там всякие купончики и так далее. Вот, приобретал я его на сайте Pandavill. В описании я оставлю ссылочку. Пришло быстро, всё качественно. В распаковке я это рассказывал. Поставил я такую яркую, сочную обоину, которая, ну, как вы видите, достаточно такая интенсивная. По той причине, потому что, как бы, хотелось показать вам более такое, что-то такое яркое, сочное, красивое. И, надеюсь, вы, ну, это зацените. Я вам покажу, как бы, и другие картинки, которые смотрятся на этом экране, которые действительно реально классные. Прежде всего, давайте я начну, как бы, с некоторых недостатков, которые я наблюдал за время тестирования. То есть, он у меня несколько дней в тестировании. И я сейчас вам всё это расскажу и покажу. Первое. Его определённым, как бы, плюсом является вот его вот этот корпус. В белой и в синей версии, там, жёлтой, зелёной, он глянцевый. В серой версии он такой идёт матовый, вот, как в Meizu M2 серый и как в Meizu MX4. Вот так. Так вот, вот этот глянец очень сильно заляпывается и собирает не только отпечатки, но и всякую грязь, чушь. Вот всё оно собирает очень быстро и требует постоянного ухода и протирания тряпочкой. Что касается самого экрана, то он тоже лишён олеофлобного покрытия. И об этом свидетельствует любое протирание микрофиброй. То есть, нереально, как бы, вытереть его красиво, чисто, просто нереально. То есть, и как вы видите, вот такой вот он заляпанный. Вот. И причём, что я его буквально недавно вытирал. То есть, я вот только вот перевернул, вам показал, чуть-чуть покрутил. И вот, уже всё полностью заляпано. И благодаря, конечно, там всяким очистителям, вот я сейчас возьму, тут есть даже там со спреем, вот варианты. То есть, так как тут олеофлобного покрытия нету, некоторые суеверные говорят, что с олеофлобным покрытием нельзя спреем пользоваться, ввиду того, что оно как бы стирается. Вот, но если я возьму и протру, то есть, всё равно здесь его нету олеофлобного покрытия, так что все суеверные спите спокойно, вот такой вот штучечкой, то, как вы видите, уже у нас немножечко ситуация лучше, но даже вот этой штуке сложно справляться, ввиду того, что, вот я сейчас вам покажу, видите, остались небольшие отпечатки. Вот, ввиду того, что я же говорю, этого покрытия нету, это печалька. Третий минус, который я хотел бы сказать, это то, что здесь есть слот для карт памяти, и вот этот слот, по сути, если тут, смотрите, я как бы в домашних, можно сказать, в биологических условиях, вот, тестирую девайс, то есть, но тем не менее, вот, вот этот слот по краям, вот здесь, он просто бешено, вот если вот я сейчас закрою и поближе вам покажу, он просто по-супер бешеному собирает, как вы видите, грязь. Вот там есть такая небольшая мини-прослоечка, то есть, и всё, и вы уже, можно сказать, являетесь сборщиком этой грязи. И всё это дело тоже решается, то есть, очень просто, в принципе, это дело решить. Вы берёте микрофибротряпочку, достаёте вот этот слот, микрофибротряпочку, и протираете со всех сторон, вот так вот берёте, протираете, вот, желательно даже его достать, этот слот, и вот здесь тоже протереть, вот, по краям протереть, вот, может быть, у вас есть какая-то щёточка, там, я не знаю, какие-либо вот вариации, то есть, у меня есть вот такая вот щёточка, видите, то есть, и это всё можно немножечко, как бы, встряхнуть, струсить, вот так вот вычистить, то есть, и это буквально за три дня она очень сильно быстро собирается, то есть, представляете, то есть, очень короткий период времени, и приходится протирать, потому что, ну, просто больно сердцу смотреть, вот, и, как вы видите, сейчас всё чистенько, красивенько, идеально, как новый, как будто этого и не было, вот такой вот есть ещё минус, который я нашёл в этом аппарате, и это не последний минус, вот некоторые, наверное, возможно, владельцы этого аппарата, или кто-то ещё скажут, Вова, ну, ты очень сильно прям строгий, придираешься, на самом деле, ребят, я только хочу сказать, что аппарат классный, но, как бы, есть недочёт, и всё, вот, как бы, вот, показать вам, ну, что, ну, обзор, как бы, это и есть вот этот формат того, что я показываю не только плюсы и расхваливание этого девайса, но и минусы, и третьим, ой, это уже четвёртым, точнее, минусом является то, что вот этот пластик, он выходит, выпирает за края стекла, то есть обычно в смартфонах я, ну, ладно, необычно, но вот, например, вот Xiaomi Mi Note, здесь стекло заходит, как бы, чуть-чуть на край, и оно, как бы, выше края, вот, давайте вот OnePlus, как раз это и есть, это здесь, оно, можно сказать, вровень, то есть оно не чувствуется, выпирание здесь, прямо аж так, вот, немножечко аж прям царапается, то есть выпирание более значительно, вот даже, вот, видите, я под таким углом, и вы видите вот эту белую окантовку, то есть вы её до сих пор видите, то есть она немножечко выпирает и создаёт шкарябающий дискомфортный эффект, который меня немножечко напрягает, то есть я когда довожу до края, вот я такой оп и цепляюсь, оп и цепляюсь, оп, цепляюсь, то есть это немножечко напрягает, и поэтому я советую владельцам Meizu M2 Mini покупать чехол, вот так вот, вот такая вот штука, или стекло, лучше всего стекло, какое-то классное Нилкиновское стекло, вот, если хотите, в описании закину вам ссылочку, чтобы вы могли посмотреть, сколько стоит классное нормальное стекло, вот, и, кстати, я по поводу вот этого слота говорил, и вот снизу тоже я сейчас замечаю, что вот собирается грязь, вот эта печалька, которая сопровождает этот телефон, теперь будем хвалить, ребята, теперь давайте, ааа, нет, ещё, блин, одна хрень, которую я хотел бы вам сказать, которая есть минус в этом телефоне, так как я покупал этот телефон в Китае, этот телефон не имеет русского языка, вы скажете, Вова, ты чё, слепой, что ли, вот же русский язык у тебя, тут вот календарь написано, будильник, почта, вот музыка, действительно, да, всё есть это на русском сейчас, но путём нелёгких манипуляций, в описании я оставлю видео, если вы не знаете, как русифицировать Meizu M2 Mini, если у вас китайская версия, а не International, которую вы купили 40% накруткой, которую делают представители некоторых стран, и которые специально взяли и попросили главный офис Meizu убрать русский язык с не International версии, вот, ну, это я так немножечко, как бы, захожу, вот, и, кстати, наверняка мой обзор вряд ли кто-то запостит из этих же представителей, вот, как и, ну, как бы, другие хвалебные обзоры постят, да, там, на Meizu, mymeizu.ru, а мой, наверное, не запостят, потому что я, вот, кидаю в их сторону камень, вот, что они, как бы, я считаю, что неправильно делают, что взяли и русский язык здесь убрали, но это решается, есть такая тема, как локаль, есть такая тема, как рут, и всё это очень, как бы, таким вот непростым на первый раз, то есть, как бы, когда вот вы возьмёте первый раз попробуете, вы не сможете это просто так сделать, но, на самом деле, как бы, в будущем это, ну, станет для вас простым, можете русифицировать ваш гаджет, вот, поэтому в описании к видео есть ссылка, как всё это происходит, вот так вот, так вот, всё это на русском, и даже, смотрите, даже меню, вот, видите, на русском языке, вот, это действительно приятно, когда уже ты можешь на нормальном языке, вот, то есть, ну, как бы, английский тоже нормальный язык, но не все, что так вот свободно на английском себе владеют. Теперь давайте более подробно о самом смартфоне. Есть у него и основная камера, есть у него и фронтальная камера, есть у него и 5-дюймовый HD 1280 на сколько там точно 720, тут уже кошерное разрешение, то есть, это не то, что было в Meizu MX4, Meizu MX3, то есть, там оно было какое-то вообще не кошерное, неправильное. Суть в том, что экран здесь реально бомбовый, классный, вот, реально приятный, вот, HD 1280 на 720 экран. Если его сравнивать с экранами тоже HD других производителей, других брендов, вендоров и так далее, скажу вам, что он сравним приблизительно с Full HD экраном, то есть, никак он не тянет даже на HD, то есть, эти пиксели, вот, оболочка, все так проработано, что не видно. Далее, сам, как бы, яркость экрана, вообще яркость экрана очень приятная, как видите, сейчас я уберу авто и поставлю на максимум, смотрите, насколько она интенсивная, мощная подсветка, то есть, вам будет видно этот смартфон и днем, вам будет видно этот смартфон и ночью, и в сумерки, и в полнолуние, и в туман, и в дождь, и в любое время суток, и в любую погоду, вы сможете комфортно смотреть на экран вашего смартфона. Дисплей здесь просто бомбовый и реально, как бы, за эту ценовую категорию, то есть, просто круто. Даже мы возьмем Doogie U100X, как видите, то есть, яркость дисплея намного, как бы, ниже, даже если бы я поставил одинаковую картинку, вот, хотя, конечно, это ценовая категория 85 долларов, это 130 долларов, то есть, это разница в целых 45 баксов, вот, и с учетом того, что 130-85, вот, то есть, это невысокие цифры, тем не менее, хочу сказать, что этот дисплей действительно приятен. Дальше, оболочка Meizu, это уже, как говорится, вопрос любителя, не каждый любит оболочку Meizu, вот, лично я не люблю ее, эту оболочку, она мне не нравится, я ее не воспринимаю никаким макаром, хотя она действительно симпатичная, дизайн иконок сделан очень круто, вот, здесь тоже все так достаточно симпатично сделано, вот, работает она, кстати, достаточно шустро, вот, но все-таки, как бы, я являюсь, наверное, знаете, вот, есть, как бы, Marvel и DC, да, вот, я являюсь сторонником DC, в частности, Xiaomi, это олицетворяет DC, и вот эта оболочка, как бы, по мне, намного приятнее, интереснее и более радостная для глаз, поэтому я не буду критиковать оболочку Meizu, просто скажу, что я, как бы, просто, ну, как бы, вот, не чувствую к ней привязанности, при притянутости и так далее, вот, все, в принципе, здесь достаточно интуитивно просто, здесь есть, вот, там, аккаунты, здесь, например, возможность, там, посмотреть на счет энергосберегающий поставить, сбалансированный или производительный режим, вот, потребление посмотреть, да, там, вот, видите, смотрите, 8 часов, 5 минут в использовании, вот, и 31% остался, то есть, это неплохо, автономность достаточно неплохая, вот, ну, конечно же, здесь и батарейка тоже неплохая, если я не ошибаюсь, здесь она где-то в районе 2500 мА, что является, ну, действительно неплохо, далее, то, что мне нравится в этом смартфоне, то, что он поддерживает самый последний Wi-Fi стандарт, это AC и, соответственно, скорость соединения интернета действительно потрясающая, колоссальная, хотя я подключил к Xiaomi, то есть, ну, у меня Wi-Fi роутер, все тоже работает быстро, шустро, сигнал не теряется, все приятно, действительно приятно, давайте, наверное, сделаю немножечко потусклее, чтобы вам было лучше видно, я думаю, так вам лучше видно, далее, что касается информации о самом телефоне, о памяти, то здесь у нас, получается, 16 гигабайт, из них доступно где-то 14, вот, это, кстати, рекорд, как по мне, видите, 1456, а, хотя нет, подожди, 1456 и 292 системы, то есть, получается, 12 как стандартно, как и везде, вот, но есть возможность расширения карт памяти, что действительно приятно для музыки, для кино, фильмов и так далее, все это дело очень хорошо и я только, ну, как говорится, приятно могу порадоваться за Meizu, в частности, здесь стоит прошивка на версии Android 5.1, это система Flyme OS 4531A, то есть, это А-версия, кстати, та, которая может нормально русифицироваться, вот, поэтому сразу, как бы, советую вам, то есть, сразу, если вы не имеете прошивки А, у вас там С или какая-то другая, то ставьте А, вот, также хочу сказать, что версия моего гаджета M, то есть, есть там U и M, это уже, как бы, зависит от стандартов связи, вот, то хочу сказать, ну, давайте посмотрим, все-таки, еще раз, здесь вот снизу, видите, M578M, то есть, все наши сети поддерживает, то есть, отличие это там в LTE некоторых сетях, немножечко частоты 3G разница, то есть, версии U и M, но вот с M-версии никаких сложностей нету, я тестил интернет от Kyivstar, что вполне себе приемлемо работает, и я удивлен, но 3G работает хорошо. Далее, что еще мы, я хотел бы сказать, вот, то, что этот смартфон обзавелся механической кнопочкой, которая выполняет несколько функций, есть функция, которую она выполняет при нажатии, то есть, вот, мы просто нажимаем, вот так вот, и она возвращает назад, и при зажатии она вообще выходит, то есть, вот такая вот у нее есть функция, вызвать запущенные задачи, если кто не знает, как в оффлайме, то это просто снизу вверх, вот так вот, и закрыть эти запущенные задачи тоже мы можем таким вот образом, вот, если нет запущенных задач, то у нас все выглядит таким образом. Есть App Center, кстати, как вставить Play Market, то тоже это все вы можете посмотреть в том видео, как и русифицировать, то есть, там все это дело будет рассказано, показано, ну, на самом деле, все просто, куча учебников, как поставить Play Market, это с Google Installer, с App Center вы ставите, вот, мне нравится то, что оболочки есть неплохие свои особенности, в частности, простота, вот, действительно, вот здесь неплохо, и, кстати, она такая в Material Design, в новой оболочке, то есть, она действительно симпатичная, вот, так что вам тоже будет приятно пользоваться этим. Если мы говорим по аппаратной начинке, которая здесь есть, то мы имеем такой тест, который называется Antutu, и в этом Antutu мы можем увидеть цифру в 25822 попугайчика, так их обозвали, не знаю, почему их обозвали попугайчиками, но, тем не менее, наверное, потому что в мультике там меряли удава попугаями, то есть, и здесь тоже меряют, как бы, типа, попугайчиками, наверное, вот, и Antutu, то есть, типа, такой вот попугайчик Antutu, да, типа, вот, не знаю, может быть от этого, может быть не от этого, если посмотреть в рейтинге, то он даже не попадает в рейтинг, но это не страшно, ведь у нас не самый топовый гаджет, и нам не обязательно попадать в рейтинг. Имеет 6735 64-битный процессор, который работает с 64-битной операционной системой, что весьма приятно. Вот, Mali-T720 графический чип, 13 Мп основная, 5 Мп фронтальная камера, 2 ГБ оперативной памяти, частота процессора по 1,3 ГГц, в принципе, как для процессора по 1,3 ГГц, цифра в 25 тысяч, почти в 26 тысяч показатель, это неплохая, что и свидетельствует неплохая производительность в играх. Я не скажу вам, что он прям монстр гейминга, то есть, вы все просто купили, гейминг, игровой девайс, то есть, ну, такие игры, как World of Tanks, Vainglory, Rise of Darkness, то есть, это MOBA, это онлайн, ну, танки, вы знаете, да, Vainglory, это тоже такая вот ММО, вот, игрушечка, вот, так вот, скажу вам, что, ну, я уже не говорю о Clash of Clans, который просто потрясно идет здесь, то есть, игры идут, работают, возможно, не все будут идти в идеале, но, тем не менее, это, как бы, есть в этом определенный плюс в том, что игры он тянет, все, то есть, это уже большой-большой плюс. Теперь, что касается актуального вопроса, это звук, здесь у нас один динамик, вот здесь тоже снизу микрофончик есть, дополнительного микрофончика для записи звука, к сожалению, нет, но, тем не менее, давайте мы посмотрим Девин Супер Трэмп, мой любимый YouTube-блогер, я, наверное, ему только на обзорах столько просмотров наделываю, что, ну, ладно, не столько, чтобы у него делать хоть какой-то процент, ну, давайте посмотрим, звук достаточно неплохой, вот, но здесь, как бы, к примеру, есть шумы, да, давайте мы возьмем какую-то другую, вот, б-б-б-б-б-б, ну, давайте вот этот трек, надеюсь, Хальвин Карис на нас сильно не обидится, да, смотрите, нюанс какой, говорить о каких-то басах здесь не приходится, ввиду того, что все-таки, как бы, здесь обычный один, единственный динамик, это не стерео там, или еще что-то, но, поверьте, звук выше среднего громкости, то есть, это большой-большой плюс, и, в принципе, как бы, ну, ну, его можно, как бы, ну, воспринимать как нормальный, как у нормального качественного телефона, вот так будем говорить, и все. Что касается звука и музыки в наушниках, то, в принципе, у Meizu с этим никогда проблем не было, если вы уж очень сильно привередлив, то пользуйтесь, пожалуйста, эквалайзером, это, я думаю, что оптимальный вариант, и, конечно же, ребята, если вы хотите хороший звук в наушниках, то покупайте хорошие наушники, минимум Xiaomi Piston, а то и круче. Дальше, что касается камер, основная камера здесь 13 мегапикселей, фронтальная у нас 5 мегапикселей, как это я говорил ранее, давайте же посмотрим на снимочки, которые есть у этого гаджета, только давайте мы перейдем в галерею, чтобы было более понятно, и с самого начала, вот, я сделал снимки, как вы видите, наших добрых, доблестных друзей, вот, мистера Сали и мастер Йоды, и, как вы видите, снимки весьма неплохие, но наверняка вы хотели бы, ну, увидеть мою кухню, ладно, нет, не это вы хотели увидеть, вот, кстати, тоже интересный нюанс, то, что я попробовал с задержкой ночью, луну, очень даже неплохо получается, единственное, нужно ставить на стейдик, вот, моя кружечка с кофе, вот, даже, видите, есть ляпчик от кофе, клавиатура, вот, снимок достаточно средний, но неплохой, как для этого гаджета, так, сейчас тут пройдемся пару семейных фоточек туда-сюда, вот, это снимок на фронтальную камеру, ну, давайте я вот, где я сам, это вот самый оптимальный вариант посмотреть, чтобы четко, вот, фронталочка, как вы видите, неплохая, можно так сказать, вот, как для гаджета, опять же, такой ценовой категории, вполне себе приемлемая, также присутствует возможность макросъемочки, то есть, на самом деле, девайс делает неплохие снимки, но только в правильных руках, ребята, вот, если у вас кривые руки, то, поверьте, даже на айфон, нет, блин, на айфон даже с кривыми руками можно офигенно фоткать, ладно, так уж и быть, вот, да, то есть, каких-то там оптических стабилизаций нету здесь, но есть неплохая камера, как основная, так и фронтальная, вот, и снимки с этой камеры вполне себе приемлемы, ну, смотрите, ну, вообще симпатично, вот, теперь будем завершать этот обзор и подводить итоги, ребят, то есть, если вы ищете себе неплохой гаджет за цену в 130 баксов, то, поверьте мне, этот девайс вам понравится, то есть, реально, единственное, что интернешнл версия в России и в Украине будет стоить, ну, не 130 долларов, а приблизительно где-то 160, 170, а то и даже 180 долларов, хотя я знаю, что у нас в Украине даже за 200 его будут продавать, 200, почти 200 баксов будут за интернешнл версия валить, вот, ну, там, может, 190, вот, может быть, но не важно, суть в том, что за 130 долларов, это просто идеальный гаджет, то есть, реально классный, то есть, ну, если покупать с Китая, вот, и аналогичных конкурентов, как таковых, особо, как бы, не встретишь, то есть, я имею в виду из достаточно известных брендов, то есть, если мы будем говорить там о малоизвестных брендах, там, типа, Куботы, Кинзоны, там, тот же самый Дуги, да, то есть, он достаточно, в принципе, известный, то есть, вот, есть у них Дуги U100X или просто U100 Pro, то есть, который тоже приблизительно, там, даже, в принципе, сейчас уже дешевле стоит, то есть, на порядок, но, тем не менее, вот, он был, позиционировался тоже в этой ценовой категории, вот, то есть, этот смартфон, в принципе, в определенном формате даже выигрывает у большинства этих девайсов, ввиду того, что здесь все-таки не такая уж и кривая, а нормальная оболочка, там, ну, пусть без русского надо подшаманить, русифицировать, неплохие камеры, хорошая производительность, то есть, однозначно, я аппарат рекомендую к приобретению, то есть, однозначно, он просто рекомендован, поэтому, если вы заинтересовались этим гаджетом, вот, это не на правах рекламы, то есть, ребят, я ничего не рекламирую, вот, в принципе, первая часть обзора этому свидетель, что я четко рассказал все минусы, я знаю, где его купить, по выгодной цене, ну, вот, это магазин Пандавилл, там я покупал, там выгодно, вот, и там продает оригинал, там все отлично, все круто, без каких-либо сложностей мне пришло, и, вот, как вы видите, гаджеты, кстати, мне еще один серый идет с Пандавилла, вот, то есть, я вот посмотрел на Алиэкспрессе, там даже дешевле, позадавал вопросы продавцам, оказывается, там у продавцов ни хрена нету, вот, они не готовы отправлять сразу, то есть, и получается так, что я лично решил, что, вот, в принципе, на Пандавилле самый оптимальный вариант. На этом я буду заканчивать свое видео, вот, не забывайте, что вы можете поставить этому видео лайк, если вы узнали с этого обзора много чего полезного, если же вы хотите задать какой-то вопрос, пишите в комментах, я его прочитаю и отвечу вам, в общем-то, еще увидимся в новых видео, подписывайтесь, смотрите другие интересные видео, всем пока! А также подписывайтесь на страницы социальных сетей, группу ВКонтакте, Инстаграм и Твиттер.